Поехали! Продолжаем разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Марина Кузнецова. Всем здравия! Почему Тархтария проиграла битву 200 лет назад? Ну она проиграла битву не 200 лет назад, 1843-1846, где-то 160-170 лет назад. 200 лет назад засаживали деревья, еще она засаживала. Почему она проиграла? Этот вопрос очень тяжелый для осмысления. Скорее всего, проиграла она по причине вмешательства каких-то третьих сил. Пока сказать, что это были за третьи силы, очень сложно. Но вы представьте, если вот по моей гипотезе кто-то обрушал спутники Земли. Сейчас представьте, если бы Луна упала. И упала опять где-нибудь в районе Подмосковья. Что бы осталось от Кремля или всего остального. А вот в Тартариях почему-то все Луны, что в античной центре мира, что в центре Московской Тартарии, эти куски падали в очень жизненно важных ее частях. Скорее всего, поэтому и был проигрыш. Может быть, в такой войне она бы не проиграла, но кто-то направил на нее удар. Понятно, понятно. Ты прям такой пример провел и сразу прям Москву. Сначала выборы, а потом пускай все падает, если захочет. А вот до выборов ни-ни, сначала выборы. Идем дальше. Итак, вопросы больше не принимаем, достаточно большое количество. Ну, может быть, еще от силы два-три по теме, если будут очень интересные. Светозар Горюк, всем здравия! Как думаете, каким будет конец сегодняшней цивилизации? Как это повлияет на славян? Прямо у нас сегодня страшный какой-то эфир. Прямо то Луна падает на Кремль, то еще там чего-нибудь. Вот тут конец цивилизации. Ну, здесь, Алексей, кто задает вопрос, конечно, вопрос очень серьезный. Третий-то спутник еще летает. Когда он упадет? Понятно. Ну, будем надеяться на то, что то, что с него сорвали атмосферу, больше падений уже не будет. И все-таки хочется верить в то, что добро всегда запряжено в повозку зла, а зло в повозку добра. И сейчас вовек зла где-то добро сходами взойдет в самом его центре. Да. Мне больше нравится другой вариант. Ну, прямо фатально все звучит. Фатально. Мне больше нравится другой вариант, что есть архитекторы, которые делают проект, матрицу создают. А есть те, кто ее выполняют, заполняют, воплощают в жизнь. Вот те, кто проектируют, это все-таки высшие структуры, высшие силы. А вот те, кто исполняют, это как раз демонические миры и так далее. Вот когда люди отходят от высших структур, когда они перестают быть архитекторами своей жизни, тогда и управление, а не только заполнение, берут на себя темненькие. Вот надеюсь, что этот этап проходит, и все становится на свои места, что мы сами архитекторы своей жизни, а те, кто из темненьких миров, пускай там в кочегарках трудятся хорошенько, пускай там кочегарят, чтобы было тепло и хорошо и светло, но исполняют волю все-таки божественную, а не просто так как бы лишь бы. Но здесь Алексей абсолютно прав, все в наших руках. И еще немножко скажу оптимизма. По сравнению с нашей цивилизацией рисуется картина тех прошлых цивилизаций, так в грехах мы перед ними дети. В общем, есть с чем сравнить. Мы еще живем очень-очень хорошо, так уж сказать, да? Нам еще повезло. Но мы более примитивные, и нам прощается как детям то, чего не прощалось им. Ну да, спрос с ней был построже. Ну хотя нет, а уже сколько времени-то прошло, уже пора из детей-то превратиться в мужей, в жен, в женок, и отвечать за свою жизнь, за свою землю. А мы тут как маленькие детишки сидим и в песочнице в кулички играем. А потом говорим, как-то к нам что-то прилетает. Да. Ну ладненько, идем дальше. Стеша А. Вопрос в эфир. Как вы считаете, как быстро ваше расследование дойдет до обывателя, и когда его внедрят в официальное образование? Я думаю, это будет даже уже не при моей жизни. Хотя, кто знает. Во-первых, у меня не теория. У меня гипотеза, над которой еще очень много работать. Мы не знаем огромного пласта информации, что же происходило, и насколько могут быть поправки в то, чтобы были неоспоримые доказательства того, о чем я говорю. По крайней мере, до раскрытия каких-то источников информации эти неоспоримые доказательства на основе того, что мы имеем, просто не собрать. А если мы не представим реальных неоспоримых доказательств, перевешивающих официальную историческую науку, никто с нами, конечно же, разговаривать не будет. Мы можем домысливать все, что хотим, но реально прорыва куда-то в область научных знаний не будет. Так мы пока и будем оставаться теми, кто говорит для думающих людей, которые действительно сомневаются, в чем-то и находят огрехи в этой исторической школе и пытаются понять, как же все это случилось. Факт – штука упрямая, но иногда находятся более упрямые люди, которые некоторые факты не замечают. Так что пока большинство не поймет, что на самом деле факт, а что подделка, серьезных изменений быть не может. А вот для того, чтобы это произошло, опять же возвращаемся к тому, становитесь хозяином своей жизни. Здравомысля. Начинать надо с себя. Понимание, осмысление. И все придет. Дорогу оселит предыдущий. Валерий И. Вопрос эфира. Я не знаю, по теме, не по теме. Ты имеешь право, который не по теме, вопросы пропускать. Ну, раз прислали, задам. Что вы думаете о Пятибрате и его глубинной книге? Ну, вы знаете, что я думаю о Пятибрате. Я пытаюсь относиться ко всем исследователям вокруг, уважая их труд. Очень много у Пятибрата написано схожего, допустим, с нашими последними гипотезами. Что-то им противоречит. Где-то он уходит далеко в идеалистические понятия. Но это не делает его труд менее значимым. У каждого из искры разгорится пламя. То есть у каждого своя искра, которую он внес в этот мир. И все ее внесли. Даже Левашов ее внес. Кто-то его сторонник. Кто-то противник. Кто-то одно говорит. Кто-то другое. Но знания, которые принес Левашов в какой-то части, они очень полезны. Интерпретация может быть где-то неправильная. Но сами знания по-кирпическу складываются. Каждый, кто говорит, у него есть основной костяк, приносимая основной информации, которую слушателей будет помнить. Вот у Пятибрата есть что помнить. Вопрос ко мне пришел. Позволь, я отвечу. Потому что однотипный вопрос, кажется, уже заваливает нас. Значит, Гелена. У меня вопрос Алексея. Куда делось прошлое видео со сказителем Владимиром Николаевичем Артамоновым? За что его удалили? Гелена. Напоминаю. Правила очень простые. Проходит живой эфир. Видео закрывается. После этого обрабатывается звук. Выравнивается звук. И когда видео готово накладывается звук, то оно заново выкладывается. Потому что очень много нареканий идет по звуку во время трансляции. Шумы, хрюки, бряки, там еще что-то, еще что-то. Вот для того, чтобы вы потом не ругались, а слушали это видео, и каждое слово было понятно, оно закрывается и открывается в том случае, когда уже наши добровольные соратники его обработали и выложили в доступе. Вот эти вопросы идут постоянно. За что вы убрали? Почему убрали? И так далее. Мы ни за что никого не убираем. Если, конечно, кто-то там не вредитель. Но Владимир Николаевич вредителем не является однозначно. Идем дальше. Алексей, можно перевью? Не включилась демонстрация экрана? Сейчас, секундочку. Вот, появился ты, но нет демонстрации. А, все, ну это что-то совсем. Хорошо, я понял. Хорошо, идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Мы уже неоднократно слышим в эфире информацию о ядерном оружии во времена Ивана Грозного. А какие факты наличия этого оружия сказителям может привести? Мы знаем факты применения ядерного оружия даже до, задолго до Ивана Грозного. И это мы хорошо видим с вами в Содоме и Гаморе. Многие ученые провели там даже определенные опыты с этими серными шариками, какое пространство они выжигают. Мы знаем очень много следов и радиоактивных, и каких хочешь, и Глаз Сахары, и мы знаем Махинжадара, в котором все оплавлено, свидетельство воздушного ядерного взрыва. То есть на это целые научные работы, проведенные действительно учеными, что действительно применялось оружие, что остались следы, что остались радиоактивные зоны заражения. Конечно, это оружие могло иметь не такой принцип плутониевый, как сегодня, оно могло быть совершенно другим. И судя по глазу Сахары в 140 килотонн, это действительно, я даже не знаю, сколько этих водородных бомб надо было связать, чтобы такой взрыв произвести. Но ядерное оружие, оно достаточно простое. Это не верх науки, извините. Когда у нас атомную бомбу придумали? Через 20 лет после того, как спальни спустились. Вот представьте, 20 лет до придумывания атомных бомб, еще люди бегали, на лошадях там скакали. И тут через 20 лет она появляется. То есть промежуток исторический прошел очень короткий. В районе одного поколения, это всего лишь с работ Кюри, ну да, там чуть больше было, конец 19 века. И вот в конце 30-х годов уже пошли ядерные реакции делать. То есть это самое примитивное, что придумает человеческая цивилизация на первом этапе своего развития. А то, что мне, например, лично понятно о применении ядерного оружия. Не все воронки, я с ними согласен, что они от ядерных взрывов. Я уже сказал, какие-то все получились от разных факторов. Но есть воронки, их очень много, и они похожи около этих городов. И круглая форма. Открываешь учебник военного училища о применении оружия массового поражения, его последствиях и всего остального. И ты понимаешь то, что Алексей Кунгуров и приводил. Чем отличается. И ты видишь воронка от наземного ядерного взрыва, от воздушного, с областью подсоса и всего такого. Вот я видел много воронок с островками или пирамидками. В средине это были воздушные взрывы. А когда я жил в городе Чите, самое... Вот там он в такой ложбине между слиянием рек Кингада и Читинка находится. И лучше бы было, конечно, город где-то на слиянии этих рек делать. А город весь уходит в гору. А вот эта вот часть... Это раньше был пустырь около мемориала, и там военный аэродром был в Черемушки. И озеро Кенон. Вот на месте озера Кенона и военного аэродрома, скорее всего, и существовал этот античный город Чалес. И совершенно круглое и глубокое озеро Кенон – это реальный след от наземного ядерного взрыва. Либо неядерного. Судя по этому озеру Кенон, который чуть ли не 2 километра в диаметре, я не представляю, что там могло взорваться. В общем, что-то так серьезно сжахнуло. О-о-о, серьезно. Ну, на самом деле, ломать не строить, да, и создавать вооружение все-таки попроще, нежели чем созидать. Хотя кто-то говорит, ну, есть же гений там военного вооружения. Да, конечно, когда прижмет, тут такие выкрутасы вытворяешь. Как помнишь, это дурацкий фильм-то «Особенности национальной охоты». Захочешь жить, еще не так, раскорячишься. Да. Так ты представляешь, атомную бомбу придумали тогда, она уже была, ее взрывали, когда еще магнитофонов не было. О чем говорит? То есть это первое, что вообще придумали после велосипеда и двигателя внутреннего сгорания с примитивными машинами и самолетами. Появилась тут же атомная бомба. Ну, да. Копытами трудно было застучать, вот и решили сразу одним махом. Хорошо. И еще напоминание, опять же, там вопросы задаются тоже по ходу. Если вы хотите ускорить процесс создания каких-то выпусков и так далее, сами хотите развиваться, то приходите в нашу дружную компанию «Народно-ославянское радио». Будете участвовать в созидании, в нарезке, в обработке звука и так далее. Не стесняйтесь, обращайтесь, здесь все свои и тут никто не кусается. Пожалуйста, приходите, будем совместно творить добро. Идем дальше. Ольга Панькина. Вопрос. То есть у нас в Сибири до сих пор так называемая ядерная зима? Нет, там хуже. На большей части Сибири, восточной, там, во-первых, грунт охлаждается и снизу от того самого огромного куска, вернее поверхности замороженной, и еще и сверху в зиму. Почему там их холодно? Так, а вот граница очень интересно проходит. У меня есть фильм «Страшная тайна вечной мерзлоты». Тут многие о нем спорят, я тут выдвинул полностью гипотезу ее образования, что было уничтожено. А вот самое интересное, она прошла концентрическими окружностями, жалко показать, вот нельзя. А город Камбалык, бывший Красноярск, и Грустина, бывший Томск, или там между Новосибирском и Томском, он где-то находился, это надо еще изучать, он под область мерзлоты не попал. Какой-то купол защитил эти территории от ударной волны. Она есть, вот сверху распространялась, вот этот кусочек земли, она есть сверху его, как распространялась, и под ним, а вот его не затронуло. И вот там вот осталась какая-то жизнь. На территории вот этого вот Лукоморья и Камбалыка. Умеешь ты так радость внести, как доктор-оптимист. Я тут думал, сейчас скажешь, да нет, что вы, лучше, лучше, какая там ядерная зима, все уже в прошлом, сейчас все восстанавливается, хорошо. Нет, все еще хуже. Доктор, я умею. А, я просто не понял вопрос. То, что климат восстанавливается, это очень хорошо видно. Но опять он восстанавливается не везде. И я думаю, потепление Сибири не допустимо, иначе это будет глобальная мировая экологическая катастрофа. Если эта мерзлота вдруг начнет очень сильно растаивать. Если быстро, то да. Если по чуть-чуть, по чуть-чуть, то вообще нормально. А то как прям доктор. Доктор, я умру. А как же? Из этой же серии, да. Вот тут такая реплика пришла. Бомба-то ладно, а вот какие средства доставки этой бомбы? Есть какие-то версии? Как доставляли эти бомбочки? Как их пуляли? Ну, что я думаю. По техническому укладу. В античной цивилизации использовались те самые Вимана. На Вайтмары, Вимана, которые фактически на совершенно других принципах работают. Как тогда доставлялись? Как хочешь. То есть, тот же Вимана, Вайтмара, может они управляемые были. То есть, тогда даже ракет не применяли, они не нужны были. Все это делалось вот этими антигравитационными двигателями. Но вот межпотопная цивилизация по техническому укладу от нас отличалась не сильно. Просто мощнее была по производственным механизмам и мощностям. Умели лучше металл делать, плотность воздуха была в два раза больше, дирижабли летали. Вот у меня есть фильм недавно, 19 век, глазами невольных инсайдеров. Я там нашел такой стиль стимпанк, мне молодежь, как обычно, подсказала. И я начал копаться. Думаю, что это за картинки вот этих вот дирижаблей летающих, непонятно каких там, с них трубы. Ну, очень красивые картинки вообще вот этого вот мира, якобы альтернативного будущего. Если бы развивалась паровая технология, если бы развивалась там электричество. А получается, что это картина просто прошлого, 19 века. И мы берем, вот я беру фотографии первых броненосцев. А у них, многие зрители заметили, корпуса как у стелса. И вообще там надстройки не нужны. Вот броненосец Цесаревич, у него борты вареные. Мы знаем, что клепали суда до 50-х годов 20 века. А первый броненосец почему-то сварной, когда сварочных аппаратов не было. А как его варили и чем? И такого очень много вылезает. Опять же, Кунгуров Алексей, он много по техническим вопросам работает. И я всегда на него ссылаюсь, когда вижу его работы про тот же самый Тульский завод. То есть, осталось очень много нержавеющих станков, которые непонятно из чего сделаны. Нету к ним никакого привода. А они такие же. Вот получается, все эти штангенциркули, все эти технологии токарного, фрезерного производства. Они существовали тогда, когда бегал Наполеон с дубиной по нашей российской территории. Как нам рассказывали. Среди бедных избушек и всего остального. А технологии существовали, оказывается, в тот период времени делают это наполеоновское время вообще совершенно другим. А привод был, скорее всего, вот сейчас мы с Женей Макаровым со всеми собираемся, думаем, что было. Получается, действительно ведь паровой двигатель. Только после катастрофы средины 19 века, 40-х годов, эти двигатели, в них топки поставили и трубы приделали, чтобы углем топить. А тогда, видимо, существовала какая-то энергетика, которая позволяла нагревать эту воду в паровом двигателе, может даже какой-то плазмы. Потому что паровой двигатель по КПТ, он 70-80%, а сегодняшний бензиновый 10-20%. То есть, что лучше использовать? Простейший паровой двигатель, да? То есть, мы просто не представляем технологии того времени. А средства доставки, это ракета, их опять китайцы, по официальной истории, ими китайцы салюты пускали. Поставить на нее блок наведения, вот как первые ракеты у нас летали без компьютера. У немцев были ракеты, первые, у которых этот смертник сидел, баллистический. Не ФАО, один там, эти летающие крылатые ракеты, самолеты реактивные, просто управляемые бомбой. А были у них баллистические ракеты, которые до Америки могли долетать, и пилотировались они опять человеком, смертником. Так что без компьютеров можно было это сделать. Ну, скорее всего, тот мир был, ой, как компьютерный. Все ходили, вот много картин есть, где стоит тетенька, у нее якобы зеркало, только какое-то выпуклое. Картины средневековых художников, а там дяденька, тетенька не себя видит в отражении, а видит дяденьку на корабле. Что это, скайп, телефон, телевизор. Мы еще смеемся теперь в обиходе, какие же были раньше удобные сотовые телефоны. Сейчас мы ходим их держать, не знаем. А раньше на них ручечку ставили, как на зеркало, и все было удобно, как зеркала. То есть они посмышленнее были, а наши сотовые производители не могут ручку сделать. Патентуй скорее, скорее патентуй ручку для телефона, откидную такую. Да, настал. Тарас откинул, поговорил, удобно держать. А тогда, представляешь, экранчик вот этот выпукал, линза, он же 3D показывал. Прям как эскимо будет. Хорошо. Русич, вопрос в эфир. Как выжили после потопов другие расы? Белые-то понятно, а вот черные, желтые, красные. Или их потом завезли с других галактик? Ой, тут вопрос такой тяжелый, если на чем разговаривать и думать. Я все-таки предполагаю, что черную расу, она тоже высокоразвитая. Скорее всего на земле она существовала. И мы ее сейчас и видим в двух различных вариантах. В виде индусов и в виде африканцев. Скорее всего, какая-то часть из них, вот есть такие красивые эфиопы, там прям совсем сложенные. Скорее всего, какие-то из них ближе к той высокой черной расе, которая когда-то существовала. И может быть жила, скорее всего, в южном полушарии они жили, все эти расы. Потому что глобальная конфедерация, она может даже не общемировая была, а затрагивала только, может, северное полушарие. Что было там в Южной Америке, ну кто-то говорит, что опять Русьмара была, кто-то еще. Какое-то совместное проживание было, их, конечно, было меньше. Но такое впечатление, что настоящих, кого мы называем сегодня неграми, сделали в межпотопный период, как просто биороботов и смеси человеческого материала и генетических вещей. И все примерно похоже так же. То есть, какой-то был черный человеческий материал, был еще материал каких-то приматов. Это же и синантропы, вот китайцы, что это? Это синантропы. Архантропы. Эти архантропы, так называемые, где-то вот здесь вот надо искать. Хорошо. Ольга Панькина. Кто такие мормоны и в чем их миссия на Западе? Опять же, не по теме вопросами,ешь право пропустить. Ну, мормоны, это опять очередная попытка идеологии через религию. То есть, что такое у нас мормоны? Они якобы христиане. Похоже. Но не христиане. Из чего? Я забыл этого, как лидера мормонов звали. Ну, он нашел скрижали золотые архангела Марони. То есть, название архангел. Но Марони, архангел нигде в Библии не описан. А вот у них какой-то другой архангел Марони передал ему золотые скрижали. По которым он создал определенное вот такое вот управленческое звено новой фактически религии. И это реально религия. Она очень похожа, кстати, на наших староверов. Какими-то вот шапками вот этими вот, как его называть. Но почему-то у них опять беются. Им разрешен судный процент. И это вообще очень интересная религия. Она как супер протестантство. Вот этот Salt Lake City, город в Америке. Это вот столица как раз таки мормонов. И мормоны владеют очень большим объемом доли в американской экономике. То есть, очень много принадлежит им предприятий. Даже есть такая информация, что и Coca-Cola с Pepsi-Cola им принадлежат. Но смысл того, что они внутри своих планов пропагандируют нормальный образ жизни. У них даже допускается многоженство как таковое. Они ходят опять в определенной одежде с отличительными признаками. Женщины не красятся. То есть, все очень похоже на обычную идеологию, которая делается в мире для создания максимальной рождаемости. Я бы вот так вот назвал. То есть, замкнутые семейные круги. Хорошо это или плохо? Ну, нам вот сейчас в стране такое просто необходимо. Создание вот таких вот закрытых ячеечных... Обрезание всяких видов дурной свободы ночных клубов и всего остального. И рожать, рожать и рожать. Только в этом наше спасение. И это как сохранение нации. Оно в принципе и проявляется в виде работы многих сейчас и в сети. И вообще работы. То есть, сохранение нации это только через консерватизм. И это абсолютно правильно и нужно. А те, кто не хочет, того туда не тянут. Домирайте в городах там с кокаином в зубах или с экстази или там с другими вещами. Это ваши проблемы. Но какая-то часть здорового населения действительно придут и каждая женщина родит по какому-то количеству людей. И так вот у мормонов и сделано. Так же и у староверов было. Вспомните свои семьи. Бабушка, 16 ребенок в семье. И у всех, куда не пойми ничто, кто были. А получается беспоповцы старой веры. И сейчас, когда открываешь глаза на своих бабушек, очень удивляюсь. Никакой христианской символики у них не было. Думали, что при Советском Союзе все это забрали. Нет. Вот они были беспоповцы. Сибирские, украинские. Скрижали, говоришь, золотые, да? Может нам нужно написать свои скрижали, да и сделать такое что-то это, чтобы только не мормонов, а что-то такое свое. Ну и пускай женщины ходят красивые, нынокрашенные, мужики вокруг них, как это и положено, чтобы семьи были полноценные, детей было много. Может так это, закрутим, а? Заделаем какую-нибудь скрижаль золотую, скажем, вот вам послание. Учитесь. Давайте жить по совести, ладу с природой. Забыли совсем все свое. Ну, я почему-то думаю, что скоро и у нас скрижали кто-то где-то получит. Потому что скрижали, там был фактически дан полный и психологический, и социологический пакет знаний, как это организовать, как людей увезти из мира, создать свой мир внутри этого мира. То есть, практически все успешные проекты по что мормонов, что евреев, что многих сект, которые действительно существуют, баптистов, они все основаны на неполном уходе из мира. Создание в этой вот, мы семечко находимся вот в этой земле, в этом мире со своими плюсами и минусами, но мы хотим стать не такими, как они, всех мы с собой не заберем, а таких, как мы, мы сделаем больше, больше и больше, и прорастем на ней, на этой почве. И это правильный и достаточно грамотный подход к ситуации. А сейчас все призывают только на абразуры прыгать, начинать бить евреев, и на этом всем и закончится. Кабы только старая песенка была «Бей их, спасай Россию», так теперь уже бьют морды направо-налево друг к другу. Понимаешь, в чем дело? Тут уже, как бы так, пошло уже узконаправленное «брат на брата» уже скоро пойдет, потому что с ума люди начали сходить. А он всегда шел, Леша. Гражданская война, отечественная, здесь всю жизнь шел «брат на брата». И больших, то есть воспитанием народа очень давно никто не занимался, не было никакой силы заняться его воспитанием, видимо, с самого пропажи веднизма и замены на христианство. А христианство не смогло стать тем, чем мог и был ведь Дизель. Потому толку от него никакого нету, людей оно вокруг себя не объединит. Может быть, оно и хорошее, имеет сейчас благие намерения. Но теоретически оно бесполезно для русского народа. Его надо или модернизировать, или его надо совершенно демонтировать. Как его можно модернизировать? Забрать у попов частную собственность и сделать их действительно аскетами. А главное, монахами. Пошел в попы, говоришь людям, стань монахом. Но не в пять лет или в пятнадцать, а стань монахом, когда ты уже семью построил, твои дети выросли. Вот тогда приди и стань монахом, и оставь свою собственность за пределами церкви, тогда тебя будут слушать. А сейчас вот это поповство, ну это Пушкин еще смеялся, попей его работники балде, и они ничего не нашли лучше заменить о купце его работники балде. То есть интеллектуальный уровень там достаточно понятен, толку от них никакого не будет. Ну, в общем, да. Если бы человек выполнил долг перед родом, долг перед отечеством, долг перед обществом, и после этого аскезу на себя наложил, ушел в монастырь куда-то, я это могу понять. Уже жизнь с точки зрения физиологического развития пройдена, задание выполнено, и дальше ты переходишь на внутреннюю работу над собой, занимаешься самовоспитанием, каким-то там еще, может быть, огораживанием каких-то проблем и прочее, прочее, прочее. Это я понимаю. Но когда молоденькие девчонки уходят в монастырь, которым рожать и рожать, когда ребята молодые уходят в монастырь, которым родину защищать, которым семьи строить, детей плодить и семьи свои содержать, вот это, конечно, для меня непонятное явление, и я так это рассматриваю как уход из жизни, вот что-то только отличается тем, что на кладбище ты совсем ушел, а здесь все-таки есть вероятность, что ты еще вернешься. Но потерянные годы, они сказываются очень сильно на нашем обществе, потому что другие народы в этом смысле годов и лет не теряют, они продолжают плодиться и размножаться, и занимают наши земли. А потом говорят, что-то как-то там нашу тайгу косят, как-то там Байкал загрязняют, как-то там все реки и так далее. А куда люди деваются? Вот действительно, у мусульман нет никаких монастырей. Да, священнослужители у них есть фактически, профессиональные, они есть. Вот монастыри есть у католиков и у православных, что четко говорит о том, что нынешнее православие правоприемник именно католицизма, потому что, опять же, у протестантов нет ни монастырей, нет ни профессиональных священников, то есть чистые беспоповцы. То же самое у мормонов, никаких монастырей нету, и тоже нет профессиональных священников, есть какие-то лидеры, которые только... И так возьми, получается, институт монашества есть только у нас и у католиков. А вот буддистские монахи и все там индуистские, они в монастырь могут прийти, а могут уйти, когда им не нравится. Причем там есть даже монахи, у которых все миры сжены. Ну, есть еще и блуждающие монахи, то есть свободные, которые не сидят в монастыре, там много разновидностей монахов есть. Какие хочешь, но, по крайней мере, аскеза никакой нету. Вот есть в Тибете монахи, которые действительно живут вокруг монастыря, у них семьи и дети. И все, кто приезжают, рот открывают. Как-то так, это же монахи. Ну да, монахи, нормальные люди, у них семьи и дети. Монах, да, монах, приятно познакомиться. Вот мои дети. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. По мнению сказителя, Петра Первого все-таки не подменили во время Великого посольства? Ну, если Петр Первый, получается, по моей гипотезе, я ее не навязываю, сын короля Пруссии, который там был отправлен с мамой под присмотром и войсками, которые стояли целым гарнизоном под Москвой, охраняя его претенденции на власть. А потом, когда его изгнали, это великое посольство, это изгнание было, как я уже сказал, сил. Он побежал к папе, кто его подменял? А потом папа нашел ему место, где управлять. И создал ему государство. Далее. Стеша А. Вопрос в эфир. А правильные ли вы карты нам демонстрируете? И насколько история достоверна? Тут что можно сказать? История вообще не достоверна. И то, что мы с вами имеем, мы карты приводим как вторичный материал, как ссылки. Карта, мы пытаемся... Примите это навсегда, что у нас фактически нет никаких подлинных исторических документов ранее, примерно конца 18 века. Причем большая часть всех исторических документов додируется второй половиной 19 века. Это все переписки или определенные вещи. Копии. Мы в основном в своих исследованиях руководствуемся тем, что видим на земле следы. А карты мы приводим как дополнительную информацию. Каждый город мы фактически... Вот я привожу карты. Вот, допустим, Кадыльчанские. Эти карты без Камчатки. И показывающие, как после первого потопа изменился северо-восток Евразии. В принципе... Сейчас бери и начинай по этой карте. Тот такой город, тот такой город. А мы к этому подходим осторожно, проверяя информацию. По крайней мере, по этой карте Кадыльчанский установил Камбалу, где находился Татар и Мангул, где он утонул. И там действительно есть определенные следы. Пирамиды Каракарана виднеются. И города там похожи под толстым слоем льда. А мы с вами вот нашли... Вернее, я в недавнем фильме предположил про Челябинск. То есть, опять, Илья Богданов нашел, что Челябинск античный город. Они нашли достаточно хорошие, веские доказательства того, что он античный. Что, соответственно, не бьется с его историей официальной. И названием тоже. И мы поисками по ни одной карте, по нескольким этим картам, которые вот мне сейчас присылают. Они в музеях в Испании висят, эти карты Тартарии. Да, они перерисовки. Но города в них отмечены там, где есть. Названия все топонимы, гидронимы совпадают. Они по-разному кривые, но топонимы, гидронимы совпадающие. То есть, кто-то их перерисовал в первичный период фальсификации, а потом их, видимо, все попрятали потихоньку и нарисовали новые для учебников истории. Все не поизымали. Кто-то говорит, что видел действительно настоящие точные карты. Но об этом говорить сейчас тяжело. Потому мы приводим интерпретированную, опять же, информацию с одной карты в другую. Мы видим примерно одно и то же. И они же, порядка 50 карт, сейчас Тартарии, таких нормальных, они все повторяют гидронимы и топонимы четко. Можно, конечно, их выбросить, сказать, что это подделки, но все-таки нет. И про Забайкаль, где я жил в детстве и оттуда уехал поступать, казалось бы, ну, совсем дикий край, недавно обследованный, только занятый русскими, казаками Петра Бекетова, организовавшими пару избушек на месте современной Читы, непонятно, питающиеся шишками из леса, никаких там пахотных полей не было, но ничего, вообще непонятно, как жили. И, судя по картам, как раз того времени, там стояли огромные города, типа Чалеса, Тифона, области Ташкент. И это все действительно совпадает. Походу, оно так и есть. Просто мы этого не видим, оно засыпано. Вот я недавно сделал фильм про глину. То есть собрал все обобщение, что это за глина, осыпавшая города, и получается, что глина, которая тогда, в 19 веке, высыпалась сюда и все это завалила, она, теряя влагу, начинает в пыль превращаться. И разметывается, вот почему у нас пыли так много. А постепенно глина эрозирует. И то, что произошло с глиной, вот себе вопрос, почему глина только в городах, а в сельской местности ее нету. Потому что в сельской местности она просто эрозировала. И все забыли, что до 60-х годов 20 века на Кубани, Старополе, на Украине были сплошнейшие пыльные бури. То есть поднятие ветра просто начинало раздувать эту потерявшую влагу пыль с чернозема. И чернозем потихоньку освобождался. И только вот к 70-м, 80-м годам чернозем полностью освободился. Сейчас происходит такой процесс. Вот смотришь, гора, раз у нее кирпичная кладка, вот эта каменная, допотопная появляется. Просто в горах начинает тоже это все улетать. И все проявляется. То есть какой-то период времени, и глина нам покажет того, чего мы и не думали. Здесь Подсолнух написал. Какие нужны вам доказательства? Следы нашей культуры по всему миру. Это и есть достоверный документ нашего прошлого. По поводу от глины и всего остального как-то довелось быть у бедуинов в гостях. Это Египет, восточная часть, там где Красное море и прочее, прочее. Вот. И там на гору залезли. Я смотрю, какой-то странный камень в руках прям рассыпается. Просто он весь как будто бы ветром выдуло, но там видно, что странно ветром выдувает не со всех сторон. И в руку берешь, говорят, гранитные камни, гранитные скалы. А в руку берешь, он рассыпается. То ли он слишком уж древний этот гранит, что он весь уже выветрился, то ли на него было воздействие какое-то страшное произведено, что он вроде бы остался где-то, а вроде бы рассыпается. И вот таких там предметов очень странных, огромное количество. Вот кто экспедицию задумает, только не к пирамидам езжайте, к бедуинам в гости съездите, которые в пустыне живут. Будете удивлены многим открытиям. Далее. Русь, ведическая вопрос сверх в девких местах можно в наше время увидеть следы этого потопа, про который ты рассказывал. Ну, можно начать с моего канала. Я не рекламирую свой канал, не предлагаю. Вот у меня там есть раздел «Черноморские тайны», плейлист. Мы практически обследовали основные знаковые объекты при Черноморье, и там очень много рассказано. То есть, при Черноморье вообще показатель самого этого первого потопа 17-18 веков. По его крепостям звездам, по тому, как затопили, поднялся уровень Черного моря на 150 метров, где находятся все эти города сейчас. То есть, посмотрите на канале фильма. То же самое, практически все следы этого потопа, надо уже, конечно, их собирать в определенные доказательства, но они пока вот в фильмах канала есть, тоже образование вечной мерзлоты, тоже образование солончаков, тоже изменение Каспийского моря, и все, все, все. То есть, в каждом регионе потоп подействовал по-своему, до неузнаваемости, фактически, исказив все, что там было, кроме центральной, восточной Европы и русской равнины. Далее, Белояр. Шимшук сказал, что Екатерина тире это Кутузов, что скажете? Лично я такого высказания не слышал, ничего не могу по этому поводу искать, и напоминаю, что мы стараемся не упоминать, не обсуждать тех, кто в эфире не присутствует, но так твое мнение насчет Кутузова и Екатерины. Какой-то страх, я такого тоже не слышал, это все равно сказать, Екатерина мама Гарика. Вот Керенский говорят бежал, да, как там приписывают в плане может Керенский мама Кутузова. Ну, может быть, да, понятно. А Ленин бабушка, да? Хорошо, идем дальше. Белояр, главный вопрос сказителю, наследником какой державы мы являемся? Я сейчас, если скажу, Алексей будет опять ругаться и говорить, что я всех к фатализму призываю. Никакой. В нас есть определенная генетика прежних русов, но мы фактически новое образование. Не совсем, конечно, так, вот прям как говорит Алексей Кунгоев, я с ним тоже не согласен, в таком уже конкретном фатальном элементе, но мы похожи на тех русов. И нам это сейчас предъявляют, тут со мной ругаются казахи, кричат, что мы у них украли название казаки, казаки они, я им отвечаю, за киргизами до 17-го года были, и они приводят, где ваши вот эти носы, которые на прежних статуях, если вы русы. Ну, я смотрю, действительно, носов нет таких, но все-таки русы мы русы, и похоже по нашему характеру, то есть какие-то черты мы унаследовали, да, мы стали мельче ростом, да, мы стали слабее, тут тяжело сказать, может быть перестали работать какие-то генераторы ДНК, вот все-таки я думаю, что вот эти вот урны, которые с прахом стояли там, то, что сейчас интересно, очень ученый питерский, забываю все, как его фамилию показывает, что почему-то в районе пирамид и всего этих источников полей для питания, ну, в смысле, энергетикой, ставили почему-то саркофаги и все остальное, потому что транслировали ДНК на население, то есть русским народом просто никто не занимается, нет у него ни центрообразующей сейчас системы, он образуется хаотично, еще слава богу, дай бог, что как-то жив вообще, то есть благодаря тем прошлым наработкам мы еще как-то друг друга держимся, или не держимся, ну, что-то, какая-то сила нас спасает и позволяет либо общинность вот эта, хотя бьем морду друг другу сильно, совершаем против друга ужасные преступления, вообще русский народ, он все ближе, ближе приближается к тем народам, которые мы с вами говорим, спустились в спальне, и потому у русского народа это последняя ступень уходящего поезда вообще куда-то заскочить и как-то самоорганизоваться, если он этого не сделает, его не будет через два поколения, через 40 лет. Ну да, 40-60 максимум, или будет процветать, если возьмется за ум и начнет жить по совести Владу с природой. По поводу же, что мы наследники и не наследники, если генетика в нас присутствует, значит, мы уже наследники, так или иначе. Вопрос только, в какой доле, в какой части. Вот тут еще можно поговорить, поспорить и там поразглагольствовать и так далее, но в любом случае, даже вот если прочесть какие-то древние писания, говорится, даже если у вас есть кровь руса, хотя бы одна капля крови руса, это говорит о том, что не так все плохо. И все это выстраивается, потому что эта кровь настолько сильна, что она побеждает другие. Было бы желание. А можно я чуть-чуть дополню, Алексей? Да, дополню. Вот это интересная информация, она тоже мне пришла, я не знаю, что с ней делать, попытаюсь ее сейчас рассказать. ни один мудрый человек сказал такую вещь, что русская генетика проявляется через семь поколений. И сейчас происходит процесс, когда у узбеков и у многих наций другого цвета начинают рождаться белые дети. Действительно ли такой процесс происходит? как вы думаете? Это вопрос ко мне? Ага. Я просто не знаю, что с этим делать, с этой информацией. Я замечал такие же вещи, и меня спрашивают постоянно, часто, ко мне приходят именно личные сообщения, вот как мне быть? Вот у меня смесь вот такая-такая-такая. Я чувствую себя русским человеком не с точки зрения прилагательного, а с точки зрения живущим в России и русским чувствую себя. Я поддерживаю нашу культуру, увлекаюсь древними там какими-то знаниями, ведами, ну прочим, ну то есть пересказываю, правильный человек, да? Я вот призываю себя жить в общинности, я никому там не даю в долг, денег не требую, там процентов не беру и так далее, ну наш человек, да? А во мне смесь вот нескольких видов разных. Что мне делать? Я говорю, вот какого ты волка в себе кормишь, что ты побеждает? Потому что по закону Рита, если в тебе есть присутствие славянской, русской, крови русов, славяно-арев там и так далее, то в этом случае через какое-то время не ты уже сам, нет, тебе уже все сложилось, а в твоих детях, внуках, правнуках, пра-пра-правнуках это будет выстраиваться. Задача твоя создать условия для того, чтобы это выстраивалось, чтобы их направление процветало, развивалось. Вот к какому роду ты себя относишь, тот род тебе и помогает. Это многим кажется сказкой какой-то, но на самом деле так оно и есть. И я замечаю, опять же, приводил уже много примеров, знакомые, например, два брата, оба от одной мамы и от одного папы. Папа русский, мама татарка. Один светлый, другой темноватый, то есть один в папу, другой в маму. Один говорит, я русский, другой говорит, я татарин. И тот, который татарин, у него рождаются темные детишки, у него, ну, темные с точки зрения волос имеется в виду. А у этого рождаются русские, синеглазые. И он говорит, мои дети русские и будут русскими, они славяне. Я не чистокровный, да, но при этом я себя веду как настоящий славянин, как настоящий рус. И я этим горжусь. Ну, а видно, что там по лицу смесь, ну, присутствует смесь реальная. Но мои дети уже синеглазые, светлая кожа, у них светлые волосы. И их дети будут дальше еще, то есть он выбрал это направление, а его брат выбрал и это направление. Ни то, ни другое, ни плохо, ни хорошо. Каждый имеет право выбрать свое направление. Какого волка ты кормишь, что ты побежаешь? Черного? Черный. Победит белого? Белый победишь. Что ты культивируешь в себе? Такие цветочки у тебя и вырастут. Здесь все очень просто. Закон Рита, он все равно будет действовать. Хотите вы это, не хотите, верите вы в это, не верите, он действует. И действует, вот в нашей жизни вы можете сравнить, как это все происходило. Тут подмешалось чуть-чуть, смотришь, через два, через три подколения выравнивается. И посмотрите, кто побеждает-то? К нам приходят и начинают русеть люди. Многие-то воины, если внимательно так почитайте, воспоминания тех, кто эти воины устраивал, многие воины-то устраивались против чего? Против того, чтобы какие-то иные народы не обрусели. Потому что они, когда попадали на русские земли, у них там что-то проявлялось в первых поколениях очень сильно от иных народов, во втором меньше, в третьем еще меньше, в четвертом они уже, как-то и на тех народов стали не походить. И посмотрите, кого уничтожали-то и в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну. Вы что думаете, все эти уничтожения несчастных определенных наций, они что, во Вторую мировую войну только что-ли были? Да нет, и в Первую они тоже были. И там тоже. Только это потихонечку скрывается. А сейчас уже вынесено, раздуто там и так далее. А которые чистокровные были, они могли служить в СС, их могли в полном вооружении отправлять куда-то на Ближний Восток, чтобы они там строили свои какие-то города, чтобы они там чем-то занимались таким. Посмотрите внимательно, почитайте воспоминания, почитайте документы. В полном вооружении кораблик туда, и уплыл. И там чистокровные эти ребята, а вот которые не чистокровные, которые начали уже смешиваться, ну все, они лишние на этой земле. Значит, надо их было убирать. Вот что такое кровь, вот что такое присутствие на Руси. Хотите, не хотите. Русский язык накладывает, менталитет накладывает свои отпечатки, кровь и так далее. Поэтому, куда вы идете, куда вы идете, то и будет в ваших детях проявляться. Не в вас, а в ваших детях. Это действует все, никуда от этого не денешься. И это очень хорошее, Алексей, замечание отдал. То есть, это действительно перспектива. Без разницы, какая в тебе кровь, это в этапе. Помните, что через семь поколений вы побелеете. Конечно, этот процесс будет достаточно происходить долго. Не то, что побелеете, нету, вот, бывает с русским невозможно разговаривать, негодяи законченные, а бывают представители тех народов, которые ругают, идеальный человек и придет всегда на помощь. Вот что такое русская генетика. Но через какое-то время, скорее всего, население на земле вот по такому принципу выравняется опять в одну нацию. Ну, я не уверен, что вырвется в одну нацию. Почему? Потому что все-таки... В один род. Мы не богоборцы, чтобы всех смешивать под одно. Да, этим занимаются иные... Или появится, знаешь, как лучше сказать, Алексей, появится нация или род, рода, которые впитают в себя все от всех здесь находящихся на определенных корнях русов. То есть, вот это может случиться. Физические тела, души. Те, у которых есть к этому предрасположенность и главное желание, те так себя будут вести и они будут культивировать себя лучше. И, естественно, перед ними свобода воли, ее никто не отвечал, открывают все возможные двери и они не деградируют, они развиваются, они взращивают себя, свои телеса и прочее, прочее, прочее. А те, кто хотят деградировать, но такие же тоже здесь нужны для чего-то, но им тоже все открыто, пожалуйста, деградируйте. Помнишь, это «Машина времени», знаменитый рассказ, когда он там попал, там было все разделено, вот жили вот такие люди и жили вот такие нелюди. И что там происходило? Вот для нелюдей, пожалуйста, тоже есть своя ниша. Ну, конечно, там все упрощенно было представлено. Так что я не стремлюсь, чтобы у нас было как-то с точки зрения глобалистов все едино, одно, например, один вид. Видов множества существует, но то, что если вы хотите быть человеком, вы им будете. Если вы хотите брать мразью, вы мразью будете. Выбор-то открытый, выбор за вами. Никто вас не заставляет быть ни плохим, ни хорошим. Вам так нравится? Значит, так оно для вас и будет. Но с каждого будет спрос, в конце концов. Так что здесь все гениально на этой земле. Школа настолько отточена, вся программа настолько выверена, что вот лучше себе представить, я чем больше наблюдаю за этим, я не могу себе лучше представить, как здесь все у нас работает, действует и создано. Это говорит слава богам и предкам. Вот все перед тобой открыто. Пожалуйста. Вот сюда, иди сюда, хочешь сюда, пожалуйста, без проблем. Но здесь, прошу прощения, пахнет цветочками, а вот куда ты стремишься, там... Ну, давай дальше, что-то мы с тобой засиделись, заболтались. Алиса задает вопрос. Мне вот очень интересно, почему у Пушкина про Тартарию ни слова, ни намека или его произведения тоже кастрировали, в кавычках, как ломоносовские? Ну, я что скажу? Вот как раз сравнение Пушкина и Ломоносова. Между ними достаточно небольшой промежуток времени. между Пушкиным и Ломоносовым там в пару поколений, да? В принципе, там. А, посмотрите, языки-то у них совершенно разные, на котором писал Ломоносов свою одувольность и стих Пушкина. Такое впечатление складывается, что это как современный, ну, грубо говоря, украинский и русский язык, да? И очень много вопросов вообще по Пушкину. Кто-то там из него делает волхва, который все это шифровал в своих произведениях, кто-то наоборот ругает, ну, правда, как всегда, где-то посредине. Вот эти поэты 19 века, они были носителем какого-то нового языка. И, скорее всего, это нового, современного языка, потому что устанавливается, что Пушкин жил и до потопа, он жил с хронологическим сдвигом, и он жил и до потопа 40-х годов, и после него. И, скорее всего, либо ранние произведения переводились на современный вариант русского языка, который и возник. Потому что такого не может быть. Многие уже замечали этот момент, что по церковным книгам, по обычным тетрадкам, там, записи каких-то там хозяйственных вещей, язык начала 19 века, соответственно, совершенно не соответствует языку Пушкина, такой же, как и сегодняшний. То есть Пушкин, Лермонтов, это носители нового, послепотопного современного языка. Вот как можно какой-то применить ход. И, скорее всего, в большей части они переводчики. Ну, в общем, да, потому что Пушкин-то занимался тем, что очень много в архивах времени проводил в библиотеках, и много что оттуда доставал, и много было ему возможностей открыто. Правда, там потом перезакрыли, ну, все-таки, все-таки, да. А с Пушкином вообще то рассказывают, что он был камер-юнкером, там, обижался на то, что его там пожом сделали в зрелом возрасте. Потом оказывается, что он был действительным статским советником, чуть ли не при Генштабе и руководил каким-то отделом внешней разведки. Непонятно. Ну, ничего. Достаточно сильно. А потом, да, по его внешности, то есть это там потомок араба Петра Великого, там, араба, это не негра, грубо говоря, по тому времени. То есть, кто он был по-настоящему, посмотрите на него внимательно. На Пушкина, на руса он не похож, на негра тоже. На кого он похож? Многие парни. Далее, Ольга Панькина, вопрос. Когда Александр ушел в монахи, какие грехи он замаливал? Ты прям как будто личный писатель этого Александра и знаешь, что он там замаливал и где? Он не ушел в монахи, он просто продвинулся, скорее всего, в следующую Варну. Как раз таки, о чем мы и говорим, пройдя определенный путь, он сделал выбор России. И есть свидетельство того, что Александр перед отъездом туда на юг, Крым, потом в Таганрог, где он якобы и умер, он очень долго общался с иерархами Александра Невской лавры. Там какие-то посвящения получал, потом но вопрос, кто тогда был иерархами Александра Невской лавры? У меня такое впечатление, что не те, кто сегодня работают в РПЦ. Далее. Виктор Куприянов, вопрос эфир. О восстании Пугачева забыли? Он хотел, он ведь хотел восстановить Тартарию? Кто? Пугачев? Емельян Пугачев. Емельян Пугачев мы не забыли, я как раз рассказывал, что это время Екатерины, когда Екатерина пошла отхватывать Чернозема, расширять Российскую империю, в которую не входила Москва. И она Москву заняла, и заняла вот эту Черноземную полосу до определенной фактически до Волги. А она, эта Черноземная полоса, идет и дальше на восток, вдоль 50-й параллели туда. И вот как раз в тех местах случилась эта война с Пугачевым. Но Пугачев был царем Московской Тартарии. Ну, титул царя Московской Тартарии, кроме него, еще носило 12 человек с этого стола короля Артура. И один из них председательствовал. То есть, они вроде бы убили царя, четвертовав Пугачева и захватив, который просто был направлен воевать. Но осталось еще 11. И они потом отбили Москву, отомстили за Пугачева. То есть, Пугачев это, скорее всего, как разин воевода, царь воевода, как вот Баты. Кто такой был Баты? Баты был тоже царем царей, братом Мангухана. Реально он выполнял задачу по успокоению западных нитежных областей. Ну, то есть, скажем так, царь на военные действия назывался ханом, да? То есть, он был хан, то есть, руководитель войска, воинских подразделений, не просто воеводов, потому что воеводы это часть, а это вот именно всей военной рати, которая могла выступить, ну, всеми полками, дивизиями, армиями и так далее. Такой большой руководитель. Как-то так было, но не точно. Там было все настолько, что мы сейчас очень многого не понимаем. И не понимаем с самого корня, что конфедерация, та держава была создана на союзе собственников. Что для человека самое главное? На земле иметь какой-то кусочек. И кусочек земли, это есть основная собственность. И до вот этой варны крестьян, откуда произрастали все варны выше, и они были собственниками вот этого кусочка земли, которую они передавали по наследству и все остальное. То есть это было основное богатство, это была основа жизни. Земля. И на союзе этих собственников строилось само гособразование. Державное. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. После 2012 года произошел переход. До этого был бесконечный веер миров. В какой исторический мир мы сейчас попали? Вопрос исследования. Благодарю. Ну, я про эту информацию сейчас толком сказать не могу сделать вывод. То есть я не вижу, что мы куда-то попали, откуда-то попали. Все-таки вот по моему миру ощущению, я вот начало 70-х годов рождения, себя я помню хорошо где-то года 76-го. Мы тогда там, отец служил в Таллине, я очень хорошо помню Таллинн, магазин игрушек, норму, фабрику, которые там были. Потом после Таллина я попал в Калининградскую область, там было победнее, хотелось сырков глазированных, то есть разница. жизнь меня побросала очень по многим регионам России и я заметил определенные вещи, но я вам скажу, что у нас было много переходов. Один из переходов был связан где-то со смертью Брежнева, это был надлом Советского Союза и тогда все покатилось. Якобы показалось виднее, вот тогда чувствительный психологический переход, вот 70-е, начало 80-х годов, тут умер Брежнев, и все, как будто что-то упало и пошло, потом этот Горбачев появляется, потом еще чего-то, потом 91-й год, развал СССР. Скорее всего, где-то веха перехода была связана с развалом СССР, а не с 2012-м годом. Тут хронология очень сильно сбита, календари непонятные. Все эти 2012, они достаточно, ну, календарь мая, понятно, но скачок произошел, скорее всего, либо раньше, потому что вот что-то должно было сильно измениться, либо он произошел только сейчас. Есть даже такое предположение, что он произойдет только в 2018-м году, но реальных событий того, что изменилась матрица, вот сейчас мы смотрим на молодежь, они не такие, как и мы, вот везде кругом гоняют сорокалетних, с госслуж, со всего остального, всех с куском советского образования, вместо них приходят вот эти, которые начинали платить с детского сада, школы, за репетиторов и все, то есть другая совершенно формация, однобокая, направленная. Вот с приходом их где-то и происходит вот этот переход, но почему-то он идет в худшую сторону, а не в лучшую. Не появились лучшие люди, нет того взаимопомощи, которая была, нет силы, посмотрите на молодежь, которая ходит с такими ножками, с такими вот штанах обрюзших, эти девки, блин, непонятно лазающие с кем, ну, то есть такое впечатление, что идет какой-то наоборот постакопали, апокалипсис, может быть это просто вот эти поколения, о которых я говорю, они сейчас выпадут, вместо них придут уже более такие, ну, извините, кто воспитает из них таких серьезных людей? Никто. Что-то происходит все равно не так, то есть как бы не кричали мы на Запад, а наше общество, а Запад поднимается. Руслан Дорицу только что написал, ага, негры побелеют, с каждым годом белеть не с чего становиться, раса почти исчезла. Уважаемый Руслан, видимо, невнимательно слушали. Я сказал, если есть кровь славяна русов, славяна ариев, то она со временем возьмет верх, если человек захочет туда двигаться. Если он не захочет, то в этом случае, естественно, эта кровь, последняя капелька, будет из него выдавлена, и он пойдет туда, куда хочет. Вот внимательнее, пожалуйста, друзья, слушайте, прежде чем писать и делать выводы за нас там или за кого-то еще. Я сказал именно так. Даже если одна капля крови есть по закону Рита, если человек пожелает двигаться в том направлении, которое и он выбирает в сторону рода, тот род и будет его поддерживать. И будут происходить изменения в его детях. С ним уже ничего не произойдет. Вот в его детях, внуках, правнуках, я прям дословно сейчас цитирую, что я говорил, будут происходить изменения. Семь поколений это когда есть какая-то смесь, а вот шестнадцатый поколений это когда какое-то очень серьезное нарушение было. И дальше, он написал, Руслан Дорийц, благодаря воинам намешались поколения на семь. Уже сейчас видно еще в первых поколениях, что происходит с генетикой. А дальше очки розовые снимите. Никто и не одевал очки розовые для того, чтобы их снимать. Здесь конкретно идет разговор о том, что сейчас у нас очень и очень непросто. Но идет разговор о том, что если вы занимаетесь культивированием растений, то они, эти растения, чувствуют себя хорошо. И если вы не занимаетесь, то чувствуют себя плохо. То же самое с генетикой. Когда подпорчена генетика, сил для восстановления рода, восстановления генетики и крови требуется в разы больше. И об этом я опять же говорил. Такое ощущение, что слушают люди и не слышат, что говорят, а просто находятся в своем каком-то мире и из этого мира пытаются что-то донести. Мы говорили о том, что сейчас придется прикладывать намного больше усилий, чтобы восстановить наши рода. Вот о чем был разговор. А не то, что сейчас будем сидеть пить пиво, жрать водку с колбасой и смотреть телевизор, лупиться туда на голые задницы. Не все будет происходить, все будет меняться в лучшую сторону. Да ничего не произойдет в этом случае. Мы, только мы сейчас сами. И то, что сейчас генетика очень плохая у наших детей, значит, еще два поколения добавятся, чтобы сначала вот это поправить, потом вот это. Так значит, надо сейчас еще больше производить усилий над изменением этих неприятностей. поменьше надо всяких там прививок делать, поменьше таблеточек кушать и прочей-прочей дряни. И заниматься своей жизнью, создавать условия, в котором это поколение уже испорченной генетикой хотя бы не будет дальше деградировать. И будет восстанавливаться наш род. Вот о чем идет речь. Давайте мы не будем приписывать нам то, что мы не говорили. Давайте будем все-таки вот обращать внимание на то, что было сказано, если вы уж нас слушаете, принимать то, что мы сказали. И исходя из этого, давайте совместно будем исправлять ситуацию. Совместно. Я не один ничего не справлю. Олег один ничего не справит. Вы один тоже ничего не справите. Давайте соединяться. Но прежде чем соединиться, мы должны друг друга понять. А исходя из всех вот этих вот писаний, я постоянно вижу, кто-то сидит в какой-то своей парадигме и своей парадигме пытается нас критиковать, перевирая наши слова, даже не поняв смысл и суть, что было сказано. Это печально. Но какое здесь может быть объединение? Что ты хотел сказать? Я что хотел сказать? Я просто хотел внести предложение. То есть все изучение нашего образа жизни славянства должно начинаться с культуры и осознания языка. И потому всем таким объединением, как Народная Славянская Радия, другим объединением, я бы хотел посоветовать через два года вести трансляции только на изученном нами на нашем древнем родовом языке. И пусть слушают все это на том, что мы должны слушать. Вот тогда это будет реальный фильтр для людей. И они потянутся к изучению этого языка. Я с тобой согласен. Очень часто приходят сообщения, вот ваше бы радио во все машины запустить, вот ваше бы радио там-то запустить, вот бы вот этих ученых там и так далее, вот ваши программы. «А скажите, пожалуйста, а с чего вдруг наше радио где-то должно запуститься, если вы даже ну лайк, такое дурацкое слово, да, забывайте поставить, если вы просто забываете, как это называется, обменяться сообщением, куда-то там кому-то послать. Ведь добро, оно само не побеждает. Добро, как и роза, требует ухода, требует усилий, чтобы оно процветало. Эта дрянь всякая сама лезет. Вот вы не просите, чтобы дизлайк ставили, не просите, чтобы там ахайли, какое-то матерное слово писали. Идиот придет и напишет. Тролль придет и напишет, потому что он, в отличие от добра, действует. И такое ощущение, что вокруг все тролли. А нет, смотрю, нет, 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 там 10-20 тысяч просмотров, к примеру, какого-то ролика, там и 10-20 минусов стоит. А комментариев там 40-50. А остальные-то, где вот эти тысячи? Где? Ну почему каждый, если ты просмотрел, ну хотя бы в знак уважения или согласия, пальчик вверх или пальчик вниз, ну проявить себя как-то? Почему вы не написали? Хорошо, я там поделился или согласен, а давайте мы еще рассмотрим. Почему вы думаете, что добро должно вот так вот само собой победить? Ну только зло, только зло, потому что оно направлено это побеждает без каких-то... Но на это накручено, направлено, у него такая программа. А добро надо поддерживать. Ну почему же вы это все забываете? Друзья мои, почему потом говорите, жалко, что так плохо все? Почему нас там давят? Так и давят, потому что думаете, я добренький, хорошо, и все прокатит. Прямо как это фильм «Обыкновенное чудо». Вот когда у меня сейчас проснулся там дедушка, при нем его там жену крово любимую, родную душили, он говорит, там, да, помнишь, говорил, «Потерпи, может, обойдется». Вот из этой же серии. Да ничего не обойдется, пока вы сидите, и вас придут задушат. Если решили делать добро, давайте уж добро не причинять, а делиться им. А чтобы делиться, надо чтобы другие узнали. Вот будут узнавать люди, будут в мозгах там какие-то изменения происходить. Ну не просто ж так, это радиус создано. Так помогайте ему развиваться. Ну не можете вы там прийти и участвовать в команде. Нет навыка. Не можете вы подержать деньгами. Да ладно, всякое бывает. Но вы хотя бы поделитесь сообщениями. Ну ладно, еще три вопросика, и будем заканчивать. Арка. Сразу добавлю. Найденные 200-летние трупы под землей. В одежде перемолотые кости. То есть, они одеты, и кости перемолотые. В общем, по топам мемориала все. По топам мемориала все. Еще кожа даже сохранилась. То есть, все произошло внезапно. Ну, это вот Револьвер Язычника. Есть канал. Интересное название. Вот недавно он сделал очень интересный фильм. Я свой, даже фильм его включил немножко показать. Вот действительно, Германия страна с перезабытком населения. Там что-то за 100 миллионов уже живет на ограниченной территории. Они бьются за осушение болот, чтобы себе территорию приделать. У нас и вот они в болотах начали находить вот этих вот как раз людей, у которых в кожаных куртках, в сапогах, у которых монеты начала, датированные началом 19 века. Инструменты, даже что-то такое есть. И у них целые кожаные покровы, а самое интересное цвет их волос. Представляете, волосы, вот рыжие волосы, косы заплетенные. Очень интересно. Это реально люди, которых застала катастрофа врасплох. Ну, катастрофа 19 века, именно падающая глина сверху. Она их прибила. А вы представьте, сколько таких же лежит у нас в российских болотах. Сколько лежит таких же под мостовыми городов, на которых мы ходим. Вот слой глины показывает. Представляете, сколько в глине трупов лежит. Да, те, может, уже в городах скелетировались, эти болота вытащили. А действительно, это же огромное количество людей. То есть, центры городов, скорее всего, это кладбища просто. Людей засманных ворсков. Да. Вот здесь Валерий тоже написал. Лайк – это что, добро? Я вот принципиально этим не пользуюсь. Дорогой Валерий, лайк – это не добро. Лайк – это проявление вашего отношения. Исходя из того, какое количество лайков или дизлайков, YouTube этот ролик поднимает или не поднимает, или опускает. И если дизлайков много, а лайков мало, если комментариев мало, то в этом случае тогда YouTube считает его несостоятельным, малоинтересным, и он не поднимает. А потом мы удивляемся, а что это вдруг вот здесь вот так такие интересные передачи, такие интересные сказители, такие темы поднимаются, а об этом так мало знают. Вот это бы все продвинуть в массы. А почему YouTube это должен продвинуть, если вы считаете, что лайк – это не добро, и вы принципиально этим не пользуетесь? Валерий, вы как-то определитесь, вы хотите помочь продвигаться правильным темам или не желаете? Вы хотите, чтобы наступило добро? Значит, надо действовать теми инструментами, которые есть. Но не называйте вы это словом лайк, называйте слово люба. Как вам нравится? Ведь от названия в данном случае ничего не изменится. Важно, что этот инструмент действенный, и он существует уже не один год и прекрасно себя зарекомендовал. Вот как раз из-за того, что мы принципиально этим не пользуемся, вот все стоит на месте, а другие принципиально этим пользуются. И их ролики с голыми задницами вылезают вперед, и миллионные просмотры. А те, которые нормальные ролики, где есть что посмотреть, над чем подумать, они так торчат где-то там под этими задницами или в этих задницах. И даже оттуда не выглядывают. Потому что это принципиально, мы этим не пользуемся. Вот и вся любовь. Вот такая у нас здравомысленная позиция в этом мире. Ольга Панькина, вопрос. Разве античная цивилизация и Тартария не одно и то же, как говорит Валерий Чудинов? Ну, конечно же, одно и то же. Только, опять же, слово Тартария. У нас Тартария была и в античной цивилизации, и в межпотопной. Только в античной она представляла собой глобальную метрополию. А в межпотопной это была уже московская Тартария, урезанная до Западной Сибири и чуть-чуть заходящая на русскую равнину. Может быть, и Средняя Азия частично ей подчинялась, то это уже что-то оставшееся. По крайней мере, что такое античная цивилизация, очень хорошо показывает, опять же, Кадыльчанский в своих рассказах про путешествие Де Рубрука. Это французский посланник был от местного короля. Это уже, видимо, последний период существования глобальной этой федерации. То есть, он к царю царей ездил, к Мангухану. И он вроде бы европеец, который живет в Париже, там видит вот эти все красоты европейской архитектуры. Еще, видимо, даже допотопные. А судя по картинам Пиранези, там было на что посмотреть в Европе. Ну, вот человек с той среды питания, которая с картин Пиранези была еще целая, он приезжает к Мангухану, и он там просто удивляется, какая античность была там. То есть, центр мира, что там золотые полы были, там такие описания всех этих дворцов, что просто закачаешься. Что европейцы это поразило. Конечно же, античная цивилизация, это цивилизация той глобальной митрополии. У нее прослеживаются несколько разных языков. Мы видим на античных городах и греческий шрифт, так называемый. Мы видим и шрифт латинский. Они все существовали, но все они были фактически местными диалектами. Ну, или местными интерпретациями каждого из этих семи царств. Но люди, генетически, видимо, жители этих царств не отличались сильно друг от друга. Они просто впитывали вокруг себя вот эти вот разные народы, как области вот этих катаев, впитывали хайнцев. И мы сегодня получили тех самых казахов, которые назвали себя казахами, а будучи киргизой, у которых большая примесь желтой крови к русской генетике. Но они сейчас пишут себе новую историю, пишут там сообщения такие, что мы никто... То есть занимаются фактически шовинизмом, таким местным казахским, что там происходит. То есть в 17-18 году им дали это название, звучное со словом «казак», жителям бывшим киргизом. И теперь они пишут, что их родам 500 лет, и они, а мы вообще, как его называть, самозванцы. А настоящие казаки они. Но извините, тогда вы китайские казаки, и у китайцев это иная цивилизация, иная культура. Она может быть и хорошая, но вы уже в наш русский мир не входите. Даже с такими вот знаниями, которые сейчас пропагандируются. Конечно, есть казахи мудрее, чем вот эти, которые пишут. Они понимают, что они все-таки части русского мира. Но вот такое вот сейчас происходит. Я так предполагаю, что все истории для разных народов пишутся в одном и том же месте. Да, вот при нас пишут несколько историй вокруг нас. Практически в 7-15 республик. И все очень активно начинают в это верить. Потому что, видимо, что-то там, когда не хватает что-то в голове, начинают меряться чем-то тем, что в штанах. Вот из этой же серии. Поэтому, друзья мои, вы вот эту глупость детский выкиньте. И давайте посмотрим на нашу единую общую цивилизацию. Вернее сказать, на державность. И посмотрим, где и что и как происходило. А не с точки зрения того, как я очень сильно хочу, чтобы мой дяденька стал чемпионом Европы или чемпионом в Олимпиаде. При этом ничего не делая для этого. Потому что мне так хочется. Ну и еще давай в заключение вопросик зачитаем. Владимир Заболотов. Вопрос в эфир. Зачем подрывать ядерные заряды и обрушивать луны, если есть религия, золото, чужестранные ученые и эпидемии всякой заразы? То есть, он имеет в виду, можно было бы проще все это устроить. Зачем там столько всего? Отвечу очень просто. Зачем, как его называть, ездить на машинах, если можно ходить пешком, только построй города поближе друг к другу? Ну, примерно оттуда же. Мы же не знаем, что там происходило. Что там за воины шли? Почему эти луны обрушились? Кто там на этих лунах был? Если наносили такие удары оружием массового поражения, как горохом, целой площади выметая, то не мудрено. Значит, религия не совсем серьезное оружие. Действует только на определенные массы податливых людей. Определенные массы податливых людей, они очень хорошо видны в виде тех, кто посещает секту. И как они туда попадают. То есть, просто из-за психологической или моральной устойчивости. Сколько людей попало в эти секты в 90-х годах? Это просто уму непостижимо. И что выжимали с них секты эти деньги? Ну, большая часть населения в секты не попало, оставаясь морально устойчивыми. То есть, значит, не все может сделать идеологию. Я с тобой согласен. Прежде чем кто-то ворвался бы в религию и стал заниматься золотом или там еще какой-то всякой ерундой, необходимо людей для этого уровня подготовить. Потому что, о чем написал Владимир, это очень и очень низкий уровень понимания ведовства вообще, что происходит. И нужно сначала уничтожить центры культуры, уничтожить тех, кто эти центры культуры создавал и их поддерживал, культура. Уничтожить учителей, тех, которые ведущие, просвещенные люди. И вот после этого уже можно смело вводить мракобесие на основах религии, золота, политики, чего угодно там еще. Лишь бы только управлять. Поэтому есть время и место, когда война требуется, есть время и место, когда требуется религия, а есть время и место, когда просто какой-то там выгребной канализации, там выгребного типа, куда всех погружают и все. Когда вот эти первые два уже отошли, когда низкий уровень сознания, понимания. Вот тогда можно уже и религию, и деньги, и политику там включать, и что хочешь. Но для этого надо было людей подготовить. Я тоже с тобой абсолютно с этим согласен. Ну что, давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Говори, что это добрая вещь, это красивая. Ну я призываю, как обычно, прочитать, вернее, посмотреть. На них очень мало обращают внимание. На мои основные первые работы, с которых я вообще начинал, я их очень долго достаточно собирал, прежде чем появился на Ютубе. Это сериал «Гибель Тартарии» и сериал «История Великой Тартарии», где у меня действительно есть попытка систематизации всех разрозненных знаний. Это основной, в принципе, мой труд. А всем остальным хочется пожелать все-таки изучать свои корни и приближаться к языку и культуре наших предков. И это первоначальный шаг к осмыслению всего остального. Без культуры и языка мы ничего не сделаем. Согласен. Благодарю. Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас 27 февраля 2018 года, вторник по одному из современных календарей, по одному из старинных, 38-й день месяца в Юг и Стужа, 7526 лета, пятница. «История Великой Тартарии» – это тема сегодняшнего нашего эфира, который подходит успешно к концу автор-сказитель Олега Павличенко. От себя в очередной раз призываю. Хотите делать, вернее так, хотите жить в добре, научитесь его творить. Творить добро можно по-разному. Используйте инструменты, которые сейчас у нас есть. В Ютубе они одни, ВКонтакте, в Одноклассике, в Фейсбуке третье, в какой-то там еще социальности четвертые, в, может быть, там по e-mail пятые, в личном общении четвертые, по сотни там еще какие-то и так далее. То есть здесь совершенно все уникально, но эти инструменты есть. Если вы не будете их применять, то в этом случае ничего доброго в конечном итоге не получится. Когда вы хозяин своей жизни, вы понимаете, как этим всем пользоваться, что делать для того, чтобы жизнь улучшилась. Если вы просто овечка, который куда-то ведут на забой, то в этом случае ничего хорошего вам, в общем-то, не стоит ждать. Ну и нашим детям тоже. Поэтому еще раз. Включайте здравомыслие. Понимайте, что добро необходимо поддерживать, необходимо культивировать, необходимо его распространять. А это очень дорогого стоит, и это требует умения. Прощаюсь с вами, друзья мои. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Олег Павличенко. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. Народное Славянское радио. Пора просыпаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова